Шел, упал, очнулся гипс. Фраза из известного кинофильма в эти дни для североказахстанцев актуальна как никогда. На 22 февраля к часу дня с различными ушибами и переломами в травмпункт поступило 34 человека. Пятерых госпитализировали. В основном люди обращаются, конечно же, преимущественно с переломами верхних и нижних конечностей. Есть также ушибы грудной клетки. Врачи сегодня работают в обычном режиме, как и всегда, как каждый день. Но единственная нагрузка, конечно же, большая, потому что вы сами видели в коридорах пациентов очень много, очереди, поэтому, конечно же, будут работать, оказывать помощь всем. За прошлый день у нас всего поступило в травмпункт, обратилось за помощью 32 человека. Улицы, конечно, посыпают реагентами, но не все. Многие тротуары и дворы остаются зоной повышенной опасности. Коммунальщики начали работу в 5 утра. На данный момент на свои маршруты вышли 40 единиц спецтехники. В первую очередь были подсыпаны подъемы и мост в поселке Заречный, рабочий, и также в микрорайонах Жасуркен и Подгора. После приступили к подсыпке песко-соляной смесью магистральные улицы, тротуары. На данный момент работа продолжается. Нужно отметить, что подсыпка песко-соляной смесью или реагентом не предоставлялась возможность делать это раньше, потому что осадки значительно снижают действия реагента. На столбиках термометра продолжает держаться температура выше нуля. Местами мелкий дождь. Несмотря на теплую погоду, людей на улице особо не встретишь. А те, кто рискнул выйти из дома, идут не торопясь. У природы нет плохой погоды. Ну что теперь поделаешь? Мы ничего изменить не можем. Дай бог, чтобы вовремя сконцентрировались наши коммунальные службы и привели в порядок улицы, тротуары. Зима вообще в этом году очень теплая. И весна, как смотрю, наступила рана, гололед, идет дождик. Ну да, ходить тяжеловато, но что поделать, такая природа, погода. Североказахстанцы, конечно, не унывают. Наш климат всегда был непредсказуем. Поэтому специалисты рекомендуют в период гололеда быть осторожными, носить удобную обувь, особенно внимательными быть на дорогах. Диана Салихова, Казбек Аркбаев, МТРК